Судебное заседание о нелегальном реабилитационном центре вышло за границы Нижегородской области. Подсудимых приезжают поддержать бывшие реабилитанты из других регионов России. Напомню, летом прошлого года в поселке Ройко следственные органы штурмом взяли частный дом, в котором содержались нарко- и алкозависимые люди. Лицензии на медицинскую деятельность у организаторов этого центра не было, но, как они сами говорят, у них был опыт. Люди эти сами, бывшие наркоманы, которые смогли избавиться от зависимости и решили вот так вот помогать другим. Но по материалам дела, людей при захвате оттуда освободили 60 человек, там удерживали насильно. И теперь организатора центра Алексея Аниканова судят за похищение людей. На сегодняшнее судебное заседание приехали бывшие реабилитанты этого центра. Из Москвы, из Твери и из Нижегородской области сам подсудимый своей вины не признает. Как я мог один, где же 30 человек насильно, как вы себе представляете? У меня жена, двое детей и какой-то бред получается. Я понимаю, что мы обвинели, может быть, у них там свои, как я в образец, в Матхозе судебных разбираюсь, разберемся. Вот так вот. Но, кстати, я особо тяжко получаю. У меня, когда я смогу, там, от синий, там, до вскопит, в своё время я, как бы, употреблял наркотики, алкоголь и узнал про центр и сам согласился с ним поехать. То есть, ну, нашёл в интернете, поехал туда, и Алексей помогал ему проходить, ну, восстановиться просто после алкоголя, наркотиков, ну, как бы, восстановить нормальную жизнь. Мне приятно, что так говорят. Любим тебя, братан. Я мама, я езжу сюда каждые два месяца, чтобы увидеть его вот здесь. Это что такое? Мы приехали, мы ехали всю ночь, чтобы увидеть его. Мы ездим уже второй год, каждые два месяца, для того, чтобы здесь полчаса хотя бы на него посмотреть. Приехали люди, реабилитанты, родители из Москвы, из разных городов, для того, чтобы его поддержать. Я говорю сейчас. Я начала сначала пить алкоголь, потом, соответственно, наркотики. Вокруг меня с моим употреблением не осталось ни людей, ни друзей. От меня хотели отвернуться все мои близкие, как бы, ну, учиться я уже тоже не училась. То есть, ну, в моей жизни был полный провал. Ну, и эмоционально это безумно тяжело, как бы, и я безумно благодарна, что я выбралась вообще оттуда. Если бы не этот центр, и если бы не эти люди, ну, я бы сейчас, возможно, я бы сейчас была в могиле просто. Ну, я просто кололась и умирала. Ну, моя мама в виде это, ну, она нашла этот центр, привезла меня туда. Понятно то, что, ну, там говорят про какое-то удержание. У нас периодически, ну, я наркоманка, я больная. Естественно, когда я, ну, я хочу колоться, мне там любую дверь, окно, да, и я сбегу оттуда. Честно, ну, сейчас просто хочется плакать, потому что, ну, я его очень люблю и уважаю, знаю, какой у него был путь. И после того, как закрыли центр, ну, я еще долго общалась с ребятами, сорвалось, ну, процентов 70. Причем большинство просто по дороге только, ну, в сторону Москвы. Я проупотребляла с 12 лет. Я с 12 лет. Мне сейчас 31. Жесткие наркотики я вообще 14 лет употребляла. Вот. И сейчас я остаюсь трезвая, трезвая, понимаете. У меня есть семья, у меня есть все, все, что я мечтала. И я стою живая. Моя мама, самое главное, мои близкие, они отмучились. Они жили с нами, как в аду. Обидно. Просто обидно. Человек, правда, реально старался помогать, да, и с ним так вот поступают. А потом считают деньги, сколько это стоит, сколько стоит. Покажите, пожалуйста, человека, Костя, расскажи, пожалуйста, сколько ты платил. Я ничего не платила. Я не платила. Я проходила реабилитацию, я здоровый человек сейчас, ну, как бы, да, я не употребляю. Я беременна вторым ребенком. Вот мы с супругом. Супруг проходил 10 реабилитаций. И этот центр помог ему. Благодаря этому у нас сейчас счастливая, полноценная семья. Ну, не убивайте человека, за что? Кстати, если Алексея Аниканова все же признают виновным, то ему грозит от 7 лет лишения свободы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...